Партнер программы события Лицкий хлебозавод Используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью В эфире информационная программа события с новостями региона Вас знакомят корреспонденты Лицкого телевидения Я, Лидия Позняк Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске Идет подготовка к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси На территории Лиды и Лицкого района образованы участки для голосования Приглашает на новые выставки В Лицком замке представлены фотовыставка издательского дома «Беларусь сегодня» И работы международного художественного проекта «Неринга. Жемчужина Балтики» Поднялись на пьедестал юные футболисты Лицкого района Бронзовые призеры республиканских соревнований «Кожаный мяч» На выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси На территории Лиды и Лицкого района будет 74 участка для голосования Два из них в медицинских учреждениях Лицкой центральной районной больницы И областной психоневрологической больницы Островля Такое решение принято на заседании Лицкого районного исполнительного комитета Так как населенные пункты нашего региона входят в состав трех избирательных округов Лицкого, Неманского и Замкового То избирательные участки находятся на территории этих трех округов Для удобства избирателей максимально сохранены границы участков И помещения для голосования, которые были на предыдущих выборах Особенность этой кампании в том, что территория Лицкого района Вошла в состав трех избирательных округов Лицкого избирательного округа номер 55 Неманского избирательного округа номер 56 И Замкового избирательного округа номер 57 Соответственно, на территории каждого из этих округов образованы участки для голосования На территории Лицкого 35 участков для голосования На территории Неманского 30 участков И на территории Замкового 9 участков В состав Замкового округа вошли Тарновский, Третьяковский и Бердовский сельские советы В состав Неманского округа вошла вся сельская местность Город Березовка и часть города Лида Это микрорайоны индустриальные, молодежные Улица Свердлова и прилегающие к ней улицы И микрорайон Росляки После образования избирательных участков Начинается выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий Как обычно, можно выдвигать политическим партиям, трудовым коллективам, гражданам путем сбора подписей Решение об образовании участков размещено на сайте Лицкого райисполкома Можно посмотреть, на каком участке вы будете голосовать, в каком помещении И также будет опубликовано в Лицкой газете Окружные избирательные комиссии сейчас принимают заявки на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов Депутаты Палаты представителей Этот этап избирательной кампании завершится 12 сентября Напомним, выбирать депутатов Палаты представителей Национального собрания в Беларуси будут 17 ноября О кадровых назначениях в регионе У инспекции Министерства по налогам и сборам по Лицкому району новый руководитель Ее возглавил Константин Ромаш В 2000 году он окончил юридический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купала И начинал трудовую деятельность в налоговой инспекции по Ленинскому району города Гродно Позже был назначен на должность начальника ее юридического отдела С 2014 Константин Ромаш руководил инспекцией Министерства по налогам и сборам по Островецкому району С 6 сентября этого года он начальник налоговой инспекции в Лиде Как исполняются мечты? Крупнейший белорусский застройщик компания Dana Holdings Сделала еще один шаг навстречу своим покупателям Теперь квартиру в строящихся современных жилых комплексах столицы Маяк Минска и Парк Челюсткинцев предлагают в кредит под небывалую для нашей страны процентную ставку От 5,49% это самое выгодное условие на рынке недвижимости Каждый, кто имеет работу или бизнес, может себе позволить Как продолжат наши корреспонденты То, что раньше казалось мечтой и отдаленными перспективами, теперь реальность На собственную квартиру не нужно копить годами или ждать выигрыша в лотерею Застройщик Dana Holdings, крупнейшая компания на девелокеровском рынке страны Разработала уникальное предложение для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему Купить свое жилье теперь выгоднее, чем снимать квартиру и отдавать существенные суммы за аренду Решили, что снимать квартиру достаточно долго и дорого, наверное И это как-то даже неудобно, наверное, потому что найти подходящую квартиру неудобно и достаточно тяжело Выбор становился на Dana Holdings и очень довольны выбором и покупкой И вообще это, наверное, самое замечательное, что случилось в последнее время Маяк Минска и Парк Челюсткинцев – знаковые места, определяющие новый облик столицы Кредит поставки от 5,49% за квартиру здесь просто подарок Компания перед собой ставит очень важную цель – сделать покупку жилья доступным для каждого белоруса Именно поэтому мы сейчас предлагаем новую кредитную программу Самым в стране низким процентом годовых и первоначальным взносом от 10% Чтобы сделать покупку современной своей квартиры осуществимой Кредит поставки ниже ставки рефинансирования отдавать нужно первый год То время, когда новоселы будут нуждаться в деньгах на обустройство своего нового жилья Кредит, который выдают на 20 лет, не становится обременительным и после так называемого льготного периода Начиная с 13 месяца ставка по кредиту рассчитывается по формуле Ставка рефинансирования Национального банка плюс 4,3% пункта, что на сегодняшний день составляет 13,8% годовых Важно! Процентная ставка в период погашения задолженности по кредиту Напрямую зависит от ставки рефинансирования, установленной Национальным банком И подлежит перерасчету в случае ее изменения Уровень инфляции в Беларуси стабилен и постепенно снижается Это значит, что проценты по партнерскому кредиту возможно будут постепенно снижаться На протяжении всего срока кредитования И еще одна важная информация Оплата основного долга по кредиту может быть отсрочена банком от 18 до 36 месяцев В этот период вы оплачиваете только проценты за пользование кредитом Удобное местоположение, метро, гипермаркеты, все рядом Район очень красивый, тем более расположен недалеко от центра Очень хороший транспорт Мы бы очень хотели здесь иметь квартиру Новые квартиры в самых престижных районах – выбор молодых Сюда ездят делать свадебные фото и уже здесь некоторые принимают решения Здесь такой современный район, немного людей, красивые виды Минская Москва-Сити, можно так сказать Мы здесь пофотографировались на бульваре Пикассо Подошли к лентам, к фонтану, проходили, погуляли по нему Я думаю, да, здесь хороший район, очень хорошее расположение Думаю, в перспективе здесь купим квартиру А выбрать подходящую квартиру у Дана Холдингс легко Ведь застройщик возводит самые современные жилые комплексы в лучших районах Минска Например, украшением города уже стал многофункциональный комплекс «Маяк Минска» Строительство которого завершается рядом с национальной библиотекой Здесь расположена красивейшая пешеходная улица Бульвар Пикассо с многочисленными арт-объектами, кафе и магазинами Которая уже стала традиционным местом проведения городских фестивалей и праздников А также новая достопримечательность столицы – мультимедийный фонтан «Дана Танец» Привлекающий на свои вечерние шоу многочисленных зрителей Дана Холдингс – это современно, это модно, это красиво и это то, к чему хочется стремиться Район нравится тем, что, как я уже сказала, современно, плюс недалеко Как раз буквально в шаговой доступности библиотека национальная Если писать какие-то работы, то, что по учебе необходимо Торговый центр просто в шаговой доступности и, конечно же, метро Парк Челюскинцев – это элитный жилой комплекс на проспекте Независимости Единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска И рядом с одним из красивейших парков Европы – парком Челюскинцев и Ботаническим садом Вместе они занимают площадь более 175 гектаров Важно, что все квартиры, которые строит Дана Холдингс в Минске Вне зависимости от того, в каком комплексе возводятся Обладают характерными общими чертами, которые и определяют качественно новый уровень городской жизни Светлые дизайнерские лобби с местами для консьержа и санитарными комнатами с пеленальными столиками Скоростные бесшумные лифты, панорамное остекление квартир и лоджий Ландшафтный дизайн территории вокруг домов и кварталов Аккуратные газоны и специальное озеленение Детские и спортивные площадки Именно те районы, где хочется жить Выбрать квартиру и вариант ее приобретения помогут в офисе компании в Минске Помстиславца 9, который работает без выходных Присмотреть подходящий вариант можно и из дома на сайте компании Самое время сделать правильный выбор и изменить качество жизни Особенно, когда для этого наступил подходящий момент Лицкий замок приглашает посетить две новые выставки Они открылись накануне Дня города Сразу пригласила посетителей передвижная фотовыставка издательского дома «Беларусь сегодня» А спустя несколько часов они смогли увидеть лучшие работы Международного художественного проекта «Неринга жемчужина Балтики» В числе первых на них побывала наша коллега Ольга Купрашевич Корабли, закаты, рассветы, деревенские улочки, Куршская коса Все это можно увидеть на выставке в Лицком замке Где представлены лучшие работы участников международного художественного проекта «Неринга жемчужина Балтики» Все они создавали свои полотна под впечатлением от увиденного в Литве на Куршской косе Ее территория входит в список ЮНЕСКО как уникальный культурный ландшафт На выставке в Лицком замке представлены 33 пленарные картины 14 художников из Беларуси, России и Литвы Каждая впечатляет и пейзажем, и способом передачи Сосны у нас есть, но именно красота и небо, и море, и залив То есть сама Куршская коса, она проходит как бы связующее звено между материком и Калининградом И можно наблюдать очень большую даже разность воды на заливе и на море Она очень глубоко отличается Ну конечно это восхитительно, это воздух Как Арунас говорит, говорит, у нас пыли нету, говорит, если вы увидите пыль, это ваша, это вы ее привезли, говорит Ну потому что кварцевый песок там действительно как таковой, даже ветра, а пыли нет И это конечно восхищает этот цвет, этот прием, это люди рыбаки Лицкий художник Виктор Лукьян один из участников международного художественного проекта Неринга «Жемчужина Балтики» У него на выставке две работы Его коллега из литовской Клайпеды Оксана Йозантиене под впечатлением от Куршской косы написала четыре картины Посетив Лицкий замок, она сказала, что лучшего места для экспозиции найти было нельзя Приятно вообще быть приглашенным в такое место «Жемчужину» из сердца вашего города Здесь такие древние красивые стены, которые, ну, может быть, веками создавали и вокруг себя культурную среду И работая на пленэре, ну, как художники, они же всегда берут что-то с природы и переносят на свою картину Было очень интересно брать опыт у всех художников Здесь очень разные, посмотрите, если вы посмотрите, когда люди выставку, очень разная живопись У кого-то она более классическая, у кого-то она немножко отталкивается от нее А у белорусских ваших художников было два брата очень интересных У которых, по-моему, даже дедушка очень известный художник И они сами создают свои следы в вашем живописном наследии Беларуси И очень так все интересно, очень гармонично, очень отзывчивые и добрые люди И даже наша вот крыльница, община, которая в Клайпиде находится С помощью нашего консула Николая Ломбина, который не унывает и старается всячески способствовать Чтобы мы приезжали к вам, я уже в вашем городе второй раз Но в этот раз вот даже со своими, можно сказать, картинами Это очень так приятно и очень-очень почетно И у вас отзывчивые, красивые, добрые, приятные люди Отзывчивая публика И приятно, что на этой выставке есть дети с художественной школы Они как маленькая губка впитывают все прекрасное Надеюсь, у них будет прекрасное творчество И, может быть, они приедут с пленэрами в Клайпиду Посмотрят красивую косу, ниду, природу Выставка работ участников международного художественного проекта Неринга «Жемчужина Балтики» путешествует по городам Беларуси, Литвы и России Она уже знакома жителям Неринги, Клайпиды, Йодкранте и Зеленоградска Сейчас ее имеют возможность оценить лечения Я считаю, что она прекрасно состоялась Потому что и пространство очень хорошее для подобной выставки Потому что пространство как бы закрытое А тема выставки была пейзаж И поэтому она как-то зазвучала Если она чисто где-то в пейзаже была, получалось то же самое А в таком необычном, буквально засверкали картин Международный художественный проект Неринга «Жемчужина Балтики» Будет продолжен, так как он имеет поддержку Финансирование этой выставки принимало участие самоуправление города Неринга Которые очень высоко оценили работу художников И готовы к сотрудничеству продолжения этого проекта После Лиды она поедет в Литву Она еще не экспонировалась в городе Неринге В городе Неринга произойдет передача части картин В самоуправлении города И на базе вот этого пленера Самоуправление планирует организовать художественную галлюклерию Которая будет пополняться каждый год Художники считают, что такие международные проекты Как Неринга «Жемчужина Балтики» Отличная возможность увидеть красоты соседних стран Набраться опыта у коллег художников и творить А вот читатели печатного издания «СВ Беларусь сегодня» На творчество вдохновили красоты родного края В 2018 году им был объявлен конкурс «Мой родный код» Проводился он по двум номинациям «Земляки» и «Моя малая родина» За год в редакцию пришло порядка трех тысяч работ Особую активность проявили жители Гродненской области Победителем конкурса стала жительница Гродна Наталья Дорош Она отправила на конкурс три свои работы «Анюта», «Церковь в селе Черлена» и «Рыжий мальчик» И все они настолько поразили жюри, что первое место было присуждено автору именно этих снимков Насколько я знаю, даже люди, которые практически не брали в руки фотоаппарат В общем-то, эти все работы, они публикуются Они публикуются, если не на страницах печатного издания «СВ Беларусь сегодня» Понятно, все это невозможно, вот этот весь массив разместить Но они публикуются на портале нашем То есть каждому приятно, наверное, увидеть свою фамилию Увидеть родных, своих близких То есть и такой спектр различный То есть здесь, как я говорил уже И искренние глаза ребенка Натруженные руки матери Деревенский рассвет То есть очень, как бы Наши люди талантливые Эта выставка еще раз подтверждает Увидеть фотоработы читателей печатного издания «Беларусь сегодня» В Лисском замке можно еще в среду, 11 сентября А работы международного художественного проекта Неринга «Жемчужина Балтики» Будут экспонироваться до конца сентября В конце выпуска новости спорта 0-0 с таким счетом завершилась игра 19-го тура чемпионата Беларуси В первой лиге футбольных клубов «Лида» и «Сморгонь» После этой встречи Лидские футболисты занимают шестую строчку В турнирной таблице 20-й тур чемпионата страны «Лида» пропускает Но в предстоящую субботу Она проведет товарищескую встречу С могилевской командой «Дня про» из высшей лиги Юные футболисты Лидского района Бронзовые призеры Республиканских соревнований «Кожаный мяч» Среди команд, где выступали ребята 2005-2006 годов рождения Право представлять Гродненскую область Они завоевали, став победителями Областных состязаний В составе команды Лидского района Которая называется «Юность» Выступали 4 березовчанина 3 жителя Агрогородка Тарнова И 6 литчан Готовили ребят тренера Олег Фролов и Виталий Царевич Их подопечные показали В финале республиканских соревнований Кожаный мяч, хорошую подготовку И поднялись на третью ступень пьедестала Второе место заняла команда Житковического района Гомельской области Победителями же стали Футболисты из Поставского района Витебской области Результатом доволен Очень хорошо сыграли Потому что мы даже не рассчитывали На такое высокое место Ребята все тренировались Готовились в течение года К этому турниру Выиграли область Хорошо выступили Ну и соответственно Республики думали Обраться за пятое место Но получилось так Что поролись за третье место Все выложились хорошо Отлично работали Чуть-чуть не повезло с группой Можно было за первое место побороться Поздравляем юных футболистов Литского района С бронзовыми медалями Республиканских соревнований Кожаный мяч И на этой позитивной ноте Я завершаю сегодняшний выпуск Информационной программы События До свидания Партнер программы События Литский хлебозавод Испокон веков Хлеб считался проявлением Мудрости народной Красоты и здоровья Сегодня Литский хлебозавод Радует вас свежим и румяным хлебом Ароматной выпечкой Необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве Своей продукции Поэтому используем Натуральные ингредиенты И традиционные рецепты Литский хлеб Выпечен с любовью